Дотянуться до власти рукой. Теперь это реальность. Ремонт дорог, благоустройство дворов, решение коммунальных проблем, вопросов здравоохранения, порядка в городе. Уже три года эти темы в центре внимания проекта на связи с губернатором. Это открытый диалог между властью и обществом, обратная связь в действии. В этом году в рамках проекта во всех микрорайонах Самары пройдут общественные слушания. Их будет около ста. Одна из первых встреч состоялась в микрорайоне номер один в поселке имени Шмидта. В числе основных вопросов – создание медицинского пункта и аптеки. Тут очень много у нас пожилых и детей. Нам было желательно как насчет пункта какого-то медицинского и аптеки. В скором времени в поселке Шмидта начнут устанавливать долгожданный медпункт. Он появится на улице Неверова, 25. Здесь постоянно будет врач общей практики по расписанию приезжать узкие специалисты. Первых пациентов смогут принять в сентябре. Мы вместе с главой района Еленой Владимировной заехали на площадку, где долгожданный, я надеюсь, у нас медицинский пункт разместится. Были представители Министерства здравоохранения. И уже сегодня произошла с предприятия отгрузка самого модуля. Сейчас начнутся работы. Проводниками в диалоге между жителями и властью стали общественные советы микрорайонов, созданные в апреле этого года. Именно они инициаторы таких встреч. Главная идея вот этого общественного совета – это максимально приблизить власть и население, решать конкретные проблемы на конкретной территории, доносить до людей необходимую информацию, вести разъяснительную работу. Жители уверяют, внимание власти к их проблемам заметно. Так в поселке Шмидта решился транспортный вопрос. Мы очень благодарны, что нам пустили 13 маршрут. Теперь мы все основные точки пенсионера посещаем. Это у нас и больницы, и рынок, и для мамочек с колясками. В микрорайоне несколько футбольных команд, а вот качественного поля пока нет. Одним из наказов стало создание хорошей спортивной площадки. Кроме того, в микрорайоне этим летом построят две новые детские площадки, где их разместят – выберут жители. Еще один актуальный вопрос – ремонт дорог. В этом году на Самарской дороге запланировано порядка 7 миллиардов рублей. Причем отремонтируют не только центральные улицы, но и дороги местного значения, в том числе улицы Неверова, Речная, Мяге. Дорожный вопрос подняли и на общественных слушаниях в Зубчининовке. Все адреса, озвученные жителями, власти взяли на контроль. Некоторые из проблемных участков уже в графике ремонта, в частности улица Магистральная. На встречах проекта на связи с губернатором без внимания не остается ни одна проблема. Хочется сказать огромное спасибо за то, что такие встречи делают. Они необходимы и, возможно, будут иметь положительный результат. Если мы не будем говорить о своих проблемах, то нас, возможно, и не услышат. Изменилось тогда отношение к тому, что создаются определенные инициативные группы. И вот эти инициативные группы сами ищут вместе с нами, с депутатами, с администрацией решение того иного вопроса. Мы заинтересованы в этом, потому что не поднимая вот эти злободневные вопросы, ЖКХ, благоустройство, дороги, мы все равно не сделаем так, чтобы население у нас было спокойно и уверенно в своем будущем. В каждом микрорайоне Самары своя атмосфера, своя специфика, свои особенности. В Мичуринском жители хотят по максимуму благоустроить дворы. Семь больших площадок уже преобразились, но детей здесь много. Игровых и спортивных комплексов все еще не хватает. На общественных слушаниях назвали несколько адресов, нуждающихся в благоустройстве. Пресечение аспекта с кармаса. У нас детских площадок нет, песочницы нет. Вот, от родителей, от бабушек, сделает нам скормление. Комплексное благоустройство можно провести по программе «Двор, в котором мы живем». От жителей требуется сообща придумать, как будет выглядеть обновленная территория. Надо собрать инициативную группу жителей и нарисовать проект, то, что вы хотите видеть в своем дворе. Собрать подписи жителей, хотя бы часть какую-то, что они согласны с вашей тренировочкой. Пожалуйста, приходите, мы можем вам обходить заявление, расскажем про эту программу. Благоустроенным жителям микрорайона хотят видеть и небольшой бульвар на улице Мичурина. Одно из любимых мест для отдыха и прогулок. Будет ли планироваться благоустройство, потому что он сейчас не очень в хорошем состоянии. На сегодняшний день, на сегодняшний, вы все знаете, сократилось. Поэтому окончательно решили, не принято по его реконструкции, но не отклонено. Мы еще поработаем с этой темой. На общественных слушаниях депутаты, главы районов и председатели общественных советов микрорайонов вместе с горожанами определяют первостепенные задачи по всем сферам жизни микрорайона. Но в план включают все обращения жителей. Контроль с исполнением поручений взяли на себя общественные советы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...